Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале. И сегодня я покажу фаворитов ушедшего лета. Здесь будет все на свете. И большая корзинка декора и ухода. Конечно же, аксессуары для нас прекрасных дам, аксессуары для дома, какие-то штуковины симпатичные, косметички, очень много одежды. Ну, в общем, все то, что я прикупила летом, но только то, что мне очень сильно понравилось. Вам, кстати, понравилась рупика, где я показывала, стоит ли хайпа, какие-то определенные продукты не стоят. Вот сегодня мы поговорим только про то, что я заценила, и то, что я искренне могу вам посоветовать. Настоящие такие фавориты. Кстати, лето как будто бы ушло, но у нас настолько жарко, что я уже как-то скучаю по всем этим свитерочкам, тренчам. Напишите, как у вас обстоит обстановочка, ситуация. Но все равно я немножко еще так примазываюсь к лету и покажу вам, что я любила и носила этим летом. Ну, канал у нас с вами про бьюти, давайте с бьюти и начнем. Я всего разненького для вас взяла, чтобы было интересно смотреть. Немного уходовых баночек, немного парфюмерной истории и, конечно же, любимый, обожаемый мною декор. Давайте я про него как раз быстренько расскажу. Немножечко слукавлю, если не скажу, что лето не было открытием всевозможных кушанов. Мы как-то с весны их стали активно так тестировать, смотреть. И с каждой новой посылкой из корейского магазина мое желание попробовать что-то новое возрастало. И сейчас я вот буквально сегодня писала подруге, у меня примерно 10 открытых кушанов. И если вам нужна помощь, пишите в Телеграм, я вам подскажу, сравню все текстуры, потому что как будто бы я уже сильно разбираюсь. И, значит, этим летом чаще всего я пользуюсь кушаном от Unleash оттеночек 21N. Это просто замечательный кушан. Их есть три в линейке, если я не путаю, зеленый, голубой и розовый. И я вам уже говорила, что вот если голубой, который как раз вышел летом, и мне было немножко так больновато, что я вот сейчас беру розовый, а всем нужно как будто про голубой рассказывать. Но, друзья, этот розовый не сравнится с голубым. И очень много кто мне давал, кстати, фидбэк в Телеграме, что тоже вы попробовали голубой и подумали, что кушаный, Англиша, это не то. Не ставьте крест, ребят. Потому что у всех корейских брендов, у них всегда практически есть сияющий кушан, матовый, суперматовый, либо полуматовый финиш. Ну, в общем, они все разные. И если вам не понравился один кушаный, значит, у меня второй. Вот, и, собственно, то же самое можно сказать про него, потому что если сравнивать его с голубым, голубой мне абсолютно не понравился, наверное, хотя у меня кожа комбинированная. То есть он должен был максимально к ней подойти, ну, как будто бы, ну, вот слишком тяжело, как будто бы масочка, что-то не то. А вот этот розовый замечательный, он так красиво ложится, буквально вуально. Хотите, можете наслоить, хотите, можете там супер, прям еле заметно его нанести. У него очень красивый финиш, немножко подсвечивающий, он подвижный, то есть, как бы, да, я не скажу, что он, ну, вот, он претертир на мне сейчас. Вот он, вот это еще один мой любимый кушаный, я уже потом про него расскажу, потому что я его, можно сказать, так в сентябре для себя приоткрыла. Он прям до победного будет на вас, но он чуть более заметный. Этот немножко подвижный, поэтому там мимические морщинки, что-то может там залезть, но все равно, честно, очень красиво, потому что очень подсвеченная и очень такая здоровая с ним кожа. Советую вам максимально оттеночек 21N. Следующее, это, конечно, палетка румяна от Патрика, да, это что-то на невероятном. Когда вы мне говорили, что, Даша, попробуйте румяна Патрика, это абсолютно другая текстура, это абсолютно другая форма, я думала, ну, чего там может быть такое? Да, стандартная палетка, да, вроде бы подобраны два оттенка, да, у нас есть сухой оттеночек и кремовый, все супер. Но, друзья, это так красиво смотрится на лице, это так красиво и натуралистично выглядит. Конечно, я взяла, кстати, новый запуск, можно сказать, это новиночка, это оттенок Not Too Much, который у нас вышел, ну, примерно вот в марте-апреле. И там еще был более такой очевидно розовый, персик, если не ошибаюсь, это нюд, но он так красиво гармонируется с вашей внешностью, он так красиво вписывается. И я даже не говорю про ту схему, которую нам рассказывает Патрик, когда вы сначала наносите сухие, странно, да, а потом влажные. Нет, даже со стандартной схемой это выглядит супер. Я брала эту палетку во все поездки, которые у меня были там, начиная с поздней весны, с лета. Расход практически минимальный, ничего тут не заплесневело, потому что я помню эту историю, я буду наблюдать, у меня еще есть тени, я вам расскажу. Но это выглядело замечательно, можно либо отдельно использовать оттенки, либо вместе. В общем, румяна от Патрикота тоже настоящие фавориты этого лета. Любимая мною пупа, у бренда вышло просто супер много новинок, начиная с конца весны. Это различные кремовые жидкие тени, у нас был шорт, можете посмотреть там оттенок, который вас интересует. Гель для бровей, скульптор, айлайтер. И вот, кстати, вот Вандерми линейка у них расширилась скульпторами, оттеночками, они их называют бронзером, потому что они такие больше в бронзовую историю. И Вандерми Глоу это хайлайтер. 101-й кажется 102-й, он немножко потемнее. И вот этот 101-й, я его очень сильно полюбила, можете увидеть. У него такая текстура, знаете, похожа на супершок от Colourpop. Это когда такое безе, пролине, и вы на него нажимаете, и видите, это что-то cream to powder, как у Наташи Диноновны. Не знаю, что вам еще привести в пример. В общем, когда это все прогинается под вашими пальчиками, и это вроде бы и не кремовый продукт, и вроде бы не сухой. Поэтому здесь все зазоры я постепенно выравниваю, но, поверьте, использую просто сполна. Конечно, можно набирать с кистью, но мне больше нравится, когда, во-первых, да, посмотрите, он такой металлический, красивый, очень похож, кстати, на Roman, который мы с вами отдельно смотрели, видео француженки. Почему вы его не смотрите? Напишите, вам не нравится такой формат, там супер мало просмотров. В общем, я там тоже вам рассказывала, что у Roman есть различные формулы, которые очень сильно похожи на вот такие текстуры от пупа. И мне нравится больше распределять это пальчиками, потому что это прям втушевывается в вашу руку, в вашу кожу, и выглядит очень влажно, и прям очень здорово. От российских брендов я хочу поговорить про два запуска. Один из них прям максимально свежий, другой старее, просто до меня недавно доехал. И, конечно же, мы начнем с чего-то супер горячего, это Love Generation. Они выпустили две туши, одну вот в таком розовом формате, другую в зеленую. Когда монтировал прошлое видео, я удивилась их цене, потому что, когда я писала, что тушь до 300 рублей, реально так и есть. Это супер бюджетные туши, которые могут встать в один ряд с шик, когда она на скидках. Это очень хорошая тушь, конечно, многие говорили, что там, когда что-то завод поменялся, она как будто стала чуть хуже. Я тоже новую версию не пробовала, если действительно это так, но вот стандартная, которая только появилась, мне она нравилась. Вот люкс визаж замечательный, в целом белорусы умеют делать хорошие туши. И вот, на мой взгляд, у Love Generation тоже получилось догнать коррект и сделать просто отличные продукты. И та, и другая. Еще у них есть зеленые туши, они обе мне нравятся. Я не могу сказать, что какая-то из них супер крутая, которая какая-то хуже, потому что вы мне писали, что зеленые кому-то больше нравятся, кому-то розовые. Они просто нормальные, они обе очень хорошие. Они делают прекрасное удлинение, практически не склеивают ресницы, то есть да, все туши немного склеивают. Но здесь я вот, например, сегодня я тоже, кстати, зеленые туши, если не ошибаюсь, да, здесь розовенькая. И она не нуждается в том, чтобы ее разделять. Просто красиво, объемно, удлиненно, что еще нужно, пользовалась огромным удовольствием этими тушами. Глоумейкеры от Небледный в оттенке Луна и Чибимун. Я вот сейчас задумалась, возможно, они тоже вышли летом, честно, не помню. Но относительно такие свежие оттеночки, потому что их есть там в большом количестве различные, начиная от Экстра, Лав Сан, это был первый запуск, и потом немножко оттеночки у нас добавлялись. Чибимун, вы поняли, кто это? Вы вспомнили, что это за прекрасная дама у меня? И Луна, кстати, тоже, это все связано с Эллормун, если что. И вот эти оттенки, честно, очень сильно их хотела, потому что они красивые. В целом, мне очень нравится концепт Глоумейкеров, потому что они не скукоживают века. То есть это можно и как хайлайтер наносить, и как различные тени. Века не скукоживается, сияет просто роскошно. Держатся спарклы, которые совершенно не держались до этого. То есть как бы сам продукт суперский. С какой проблемой мы все столкнулись, будем честны. Он засыхает. Да, нужно мембрану не снимать, так может подольше он продержаться. В целом, когда он подсыхает, его можно еще как-то распределить, но факт остается фактом, продукт сохнет. И если я не ошибаюсь, потому что я прям не искала информацию на эту тему, по-моему, я где-то видела, что они немножко сделали форму другой. И посмотрим, как долго проживут два этих оттенка. Они супер красивые. С этого края у нас оттеночек Chibi Moon, и вот который более голубой, это оттенок Luna. Они абсолютно разные и выглядят иначе на ваших глазках. Вот видите, оттенок Luna, он больше прям как будто разрозненными частицами блестит. А розовый, кстати, розовый вообще он дохромит. Он такой и розовый, и желтенький какой-то золотой. В общем, они супер красивые. Я такое обожаю. Можно использовать реально какие-то супер экстра хайлайтеры и, конечно же, класть на глазки. Надеюсь, что будет долго нас радовать. Вытирала сейчас эти Glow Maker с руки и просто не могу не отметить аромат этой салфетки. Я вообще хотела про формат вам сказать, но, если что, запоминайте из подружки салфетки вот в таком формате. Попкорн. Это пахнет... Простите, это самое нелепое сравнение, но это пахнет одинаково, как 71-й с Макадамией. И вот эти салфеточки. Если вам вот Сол де Жанейро пока не светит, байеры там вас кинули, то посмотрите эти салфетки. Но я реально хотела про них рассказать вне контекста аромата, просто у меня не оказалось салфеток. Я взяла и такая, блин, это так вкусно пахнет. В общем, я открыла такой формат салфеток этим летом. Я потом уже после того, как их заценила, во многих магазинах видела такие крошечные салфетки. Думаю, почему раньше я не замечала. Возможно, вы тоже, как и я, Даша, до июля, не знали, что есть такие маленькие салфетки. Вот эти конкретно продаются у подружки, но я видела и от других уже различных брендов. Это суперудобно. Наверное, здесь чуть меньше, да, типа их 8 штук, а в обычной пачке у нас либо 10, либо 15. Но если вы любите маленькие сумки, это идеальный вариант. Просто, смотрите, крошка. Ну и, конечно, они еще такие миленькие, они кока-колы, там у них пахнут виноградом. В общем, суперразные. Короче, такие салфетки смотрите на кассе любых магазинах, где бы вы ни были. Это очень удобно. Ну и какое лето без веснушек? Я хотела рисовать веснушки примерно 2 года. Но, во-первых, у меня кожа проблемная, у меня бывает высыпание, и я не понимала, как отреагирует моя кожа на спрей, на что-то подобное. Можно, конечно, карандашками рисовать, еще чем-то. Но мне хотелось прям вот напшикаться, как говорится, от души. И долго сомневалась, потом думаю, да ладно, вроде бы все используют уже, если что, там за 3 года бы что-нибудь с ними случилось. Вроде все нормально. И я его купила. Не так просто было найти, по-моему, я то ли на Валберес, то ли на Азоне заказывала. В общем, как-то в магазинах есть другие оттенки. А вот именно этот, который для веснушек, красное дерево. Вот с ним шикарно получается веснушки. Не так просто было достать. Ребят, это просто произведение искусства. Я не знаю, и мне настолько нравятся вот эти веснушки, которые получаются. Я писала тоже в Телеграме. Кстати, если вы еще не подписаны на мой Телеграм-канал, пожалуйста, приходите там интересно, там классно. Есть какие-то эксклюзивные посты, которые мы делаем только в Телеграм-канале. Обзоры первые там появляются. И в целом там моя жизнь и наши дальнейшие планы мы строим там. Поэтому я вас очень сильно там жду. И я вам рассказывала, что я не знаю, как это работает, но когда я, например, мне не нравится мейк. Вот я не знаю, выглядит как-то, вот уставше я выгляжу. И мне спрашивают, а как веснушки исправлять ситуацию? Ребят, я не знаю. Типа, я просто вот брызгаю, и все, и я красивая. По-моему, мне просто идут весну. Мне кажется, что у меня цветотип, не люблю это определение. Ну, короче, как будто бы это супер про меня. Мне так нравится. Я не заморачиваюсь, не только на нос. Поэтому я знаю, что, возможно, некоторых людей бесит, что я еще себе это на лоб делаю. Но мне нравится. Я не знаю, мне нравится, да, такая вот кожа с нездоровой какой-то пигментацией. Короче, я просто обожаю спрей для веснушек. Единственное, что нужно зажать вот этот как-то дозатор, я не знаю, чтобы вы не брызнули себе прям струей в глаз. И все замечательно. Вот если вы не боитесь экспериментов, попробуйте. Единственное, что защищайте вашу одежду. Из ухода я вам расскажу про две штуковины, которые я брала в холешопе. Реклэр, да, в прошлом видео говорила, в позапрошлом. Кстати, отдельное видео есть с фаворитами корейской косметики. Пожалуйста, забегайте, там так много классного ухода, декора. И для вас один секретик, который вам сделает приятный процесс шопинга. Поэтому забегайте, пожалуйста, в видео, оно клевое. И я говорила, что вот эта сыворотка, это просто спасение для тех, кто не любит тяжелый уход. И я бы могла что-то взять другое. Но честно, это вот именно тот продукт, которым я каждый день пользуюсь. И я хочу им пользоваться. И я понимаю, что я хочу ощущать это на своем лице. Потому что это сыворотка, там, буст, серум, микробиом. В общем, это именно на поддержание защитного барьера, на то, чтобы кожа была более напитана, насыщена. Микробиом кожи восстанавливает. В общем, отдельно я очень много про нее рассказывала. И она такая комфортная, она просто не ощущается. Она напитывает кожу, особенно если вы умылись, у вас тянуло лицо. Например, тонер не сильно вам помог. Я вот насколько не люблю 500 ступеней ухода, потому что мне тяжело. Эту сыворотку я обожаю. Поэтому забегайте в видео, еще раз посмотрите. Это фантастическо. И маски, про которые я вам не рассказывала. Это вот такой просто сундучок, тоже найденный в холешопе. Масочки. Шесть месяцев, кстати, только срок годности. Нужно мне поторопиться. Вот. И в чем особенность? В том, что их здесь очень много, ребят. Их очень много. Они суперлегкие. Они пахнут такие немножко каким-то фруктиком, чаем, цветочным чаем, я бы так сказала. Очень нежные. Они не то, чтобы прям супер питательные, с которыми нужно очень долго там сидеть. Но это те маски, которые помогают тебе подготовиться к дальнейшему, например, нанесению макияжа. Когда ты хочешь какую-то экспресс-подготовку. И что удобно, конечно, что их здесь очень много. Ты можешь там хоть раз в два дня их использовать. Они не перенасыщают. При этом кожа забирает все, что нужно. И вот такой как экспресс-вариант, я думаю, супер. Особенно если вы любите что-то там, да, сами эти ритуалы. Когда вы краситесь, сначала у вас масочка. И вот я думаю, визажистам тоже очень понравится. Потому что это такой беспроблемный вариант, который, мне кажется, вам точно не подпортит всю историю. Я летом прям очень часто их не носила. И если говорить про ароматные какие-то истории, то, конечно, я вам хочу показать два парфюма, с которыми я чаще всего была летом. Да, они тоже такие сладенькие, потому что сладкое я ношу постоянно. И это, конечно же, от Соло-де-Жанейро вот этот аромат. Просто, знаете, эту историю, типа, хочу, могу. Можно тоже обмазаться. Блин, реально похоже просто. И я его купила еще весной. И это так вкусно. Вы говорили, что вам нравится 61-й, по-моему, да, который вот ванильный, стандартный. Он клевый, но у него нет вот этой нотки попкорна, нотки макадамии. И он иногда слишком приторный бывает. А вот этот, он приторный, но такой манящий, такой дурманящий. Меня очень часто спрашивали, что это. И для миста, такого легкого для тела, это очень стойко. И, господи, вот эти нотки, вот правда, вот где-то увидите, попробуйте именно его. Я его полюбила постоянно. Его наношу и после душа, и когда там, не знаю, какие-то у меня ритуалы красоты. И, в общем, мне хочется, когда что-то, чтобы было замечательно. И, конечно, если я говорю про лето, то этот парфюм у меня стал символом лета. И винить во всем мою подругу Дашу, потому что она пришла, и буквально все начали спрашивать, что у тебя, Даша, что у тебя. Когда я говорю, Даша, у меня такое ощущение, будто я сошла с ума. Нет, вот не заводите друзей с одинаковым именем. Знаете, проблематично. И она вот рассказала нам про него. Я очень долго не могла понять, что мне в нем нравится, какие здесь основные ноты. Но когда она сказала, что это прям ананас, ты больше после этого ничего не чувствуешь. Смысл в том, что я вам могу сейчас пирамиду, все это, конечно, я вам с сайта возьму, но вот это просто такой травяной ананас, кожурка. И летом он неплох, потому что он не суперлегкий, но и неудушливый. В нем было комфортно, и он с характером. Знаете, это не просто вот ананасик какой-нибудь вот поливашка, да, из Victoria's Secret. Нет, он характерный. И вот мне он очень сильно понравился, я его заказала. Поэтому, знаете, если хочется каких-то фруктиков, но необычных, то посмотрите на него во всех сайтах он представлен. А цены сравнивайте, я сама так делаю. Ну и если продолжать тему аромата, то, конечно, не могу еще раз не сказать про этот диффузер. Он уже был в таком мини-блоге-влоге, в телеграм-канале тоже я о нем раз говорила. Но это реально топ. Я даже сделаю, видно, у меня в планах сделать видео про мои покупки с Валберс, кстати, с Азона и вот всего этого. И он опять там будет, потому что, ребят, это очень хорошо. Это очень хорошо за 600 рублей. Все, можно закончить. Вы, кстати, говорили, что так странно, что хлопок, потому что здесь как будто бы хлопок и все, да. Но пирамида там большая, или моды, бергамоты, что-то еще. Я просто чувствую что-то нежное, успокаивающее. Я вот его поставила, вот там вот мой рабочий столик, вы видите. Все видео монтирую и зарабатываю денежки на косметику за тем столиком. И вот над верхом я вот туда поставила, и он так, знаете, незамысловато, немножко подоносится до меня. Так приятно, когда ты с улицы приходишь, свои посылочки там расслабляешь. И прям здорово. Смотрите, ему уже, мне кажется, 2-3 недели. Он вообще не выветривается. Ну, конечно, я мало поставила палочек, можно еще больше. Вот это перо павлина. Ну, просто симпатично. И он клевый. Я посмотрю, я там много разных ароматов. Если кто-то попробовал, потому что я знаю, что вы потом, я вам ссылку не оставляла. Вы сами ее нашли, начали распространять. И если кто-то купил, скажите, понравился ли вам этот аромат. И, может быть, вы какие-то другие попробовали. Мне интересно, потому что я уже, честно, хочу что-то еще купить. Но кажется, что мы не скоро протестируем. Но, ребят, это просто топовая вещь за то, сколько это стоит. Косметички. Конечно же, косметички. Потому что это была любовь с первого взгляда. Я очень давно была подписана на ребят в запретграмме. Я все на ними смотрела, смотрела, смотрела. И думаю, все, пора. Пора прикоснуться к прекрасному. И это реально так. Сейчас я вам покажу косметичку и пенал. Я хотела вам сохранить всю эту упаковочку, чтобы было красиво. Начнем, наверное, мы с косметички. Это бронт Алина Лиходиенко. Вы уже, я думаю, с ним знакомы. Потому что тоже я много рассказывала, показывала. И это реально те косметички, которые все лето за мной, именно не со мной, а за мной, ездили во все мои путешествия, поездки и даже в отпуск. Потому что такие косметички я больше люблю именно для поездок использовать. Но в прошлом видео тоже я вам показывала, что особенность вот этих потрясающих косметичек, помимо того, что они очень вместимость у них хорошая, помимо того, что разграничение достаточно комфортное. И здесь реально можно целую жизнь с собой увезти. Я в отпуске снимала короткое видео в Телеграме, где мы смотрели, сколько всего там поместилось у меня. Вы были удивлены, да и я тоже. Потому что в последнее время люблю какие-то разные продукты брать в отпуск, чтобы их тестировать. Так, давайте я сначала покажу в целом, как она выглядит. И закончу мысль, чем она еще хороша, помимо всего вот этого прекрасного с точки зрения вместимости. Вот так она исполнена. Это не натуральная кожа. Но в чем? Особенность в том, что нам говорят, нам обещают, что за ней будет легче ухаживать. Я, честно, пока не могу что-то подробное сказать, потому что я прям сильно ее как-то не запачкывала. Но у меня есть кожаные косметички, и я с трудом и с болью всегда их оттираю. Мне страшно. Потому что кожу действительно, вот ты прям трешь салфеткой и чувствуешь, что ты немножко ее как будто травмируешь. Здесь такого нет. То есть ты спокойно оттираешь. Единственное, что у меня тут тоже есть. Я пока красилась, немножко наставила отпечатков тоном, тоже еще раз пройдусь и все это посмотрю. То есть за ней удобно ухаживать. Вот здесь у нас бренд Алина Лиходиенко и мои инициалы, потому что, а почему бы и нет, я выбрала цвет Бордо. Выбирала между этим и еще такой цвет а-ля Селин, Дайсон, Стайлер. Такая телячь, как его назвать-то, песочный, да, песочный бежевый оттенок. Вот, и кстати, вы тоже писали, что вам наиболее понравились эти оттенки, когда вы покупали, вы выбирали и не знали, какой из них выбросить. Очень крутое разграничение и именно удобно ставить перед собой косметику. И я на удивление, человек, который не любит пользоваться косметичками именно там на туалетных столиках, ванной и в прочих каких-то местах, реально ее теперь использую. Когда я снимаю видео, удобно все расставить, чтобы убрать, вам показывать. Когда мы преображение снимали, французские всякие секреты красоты, тоже я была с этой косметичкой, потому что она удобна не только в поездках. И для меня это плюс, потому что, когда ты приобретаешь косметичку своей мечты и используешь ее раз в месяц, или раз в месяц, это я перегнула раз в год, то, конечно, это немножко грустно. А здесь прям я ее приспособила, мне очень понравилось. У меня обычная ставка, я знаю, что там можно доплатить и еще кожаную тоже вставочку поставить. Так, и все вроде бы рассказала. Это, кстати, вынимается, то есть вы можете без разграничителя ее использовать, если вам не нравится. И вот такой пенал, тоже в цвет косметички. Здесь три разные отверстия, и вот таким образом он выглядит внутри. Здесь можно класть кисти, можно класть карандаши. Тоже в отдельное видео забегайте, я показываю его вместимость. Конечно, он разработан с учетом того, что вы его кладете в эту косметичку, и сейчас я вам наглядно покажу. Вот так я ездила в поездку, и вот так у меня здесь были кисти. Справедливости ради, честно скажу, что если у вас проблема с вместимостью, конечно, этот пенальчик немножко картинку подпорсит. То есть, если вы мало с собой косметики берете, он супер. Если хотите сэкономить, то, конечно, как-то кисти сверху кину, вроде бы как удобно. Но у меня вечно проблемы с этими кистями, потому что просто так кисти не кинешь. Я не люблю, когда я что-то пачкаю, а кисти это то, что я что-то испачкаю как раз тебе. В пакете, не знаю, поэтому для меня оптимальный вариант, просто замечательный. Вот я беру такой пенал, беру такую косметичку, поэтому, в общем, я прям все лето пользовалась. И надеюсь, что еще долго мне прослужит, потому что она и практичная, и удобная, и такая прям хороша в использовании. Так, и сразу еще в этом же у меня пакете лежат крабики, потому что у меня и крабики, и эта косметичка ассоциируется именно с отпуском. И мне кажется, что это одно из самых приятных, потому что ты пользуешься, и я вот вспоминаю, как я, не знаю, где-то вот шла, и на мне был этот красивый краб. Это крабы от Ассора, я тоже очень на них смотрела, и я вам говорила, что в контексте небюджетных крабиков, я думаю, у вас тоже, не будем вскрывать, даже если мы там можем позволить себе что-то супердорогое, ты вся задумываешься, а что в каких-то крабах может быть, что нас может удивить. И я реально думала, что это будет плюс-минус что-то такое же, что можно заказать на других сайтах, которые вы и так знаете без меня, но только с логотипом. Ребятки, нет, я не знаю, что за производство, как что, но это действительно очень качественные крабики, поэтому если вдруг вам что-то там хотелось от них, я советую присмотреться, потому что мне просто максимально к качествам они подошли, они мне понравились. Изначально, я вам тоже говорила, меня привлек вот этот краб в виде розы, и я его чаще всего носила, просто на моих фотографиях из Миланы я тоже была с ним, потому что он очень здорово выглядит на, естественно, блондинистых волосах, сейчас я не знаю, даже как-нибудь немножко вам зацеплю, ну вот представьте, что у меня там сзади, да, он, то есть реально очень красиво сочетается с волосами, он очень плотный, ну то есть не то чтобы плотный, а у него зажим прям такой твердый, волосы идеально держат, и вот пока, слава богу, здравия, ничего с ним не случилось, может и не совсем мало волос он держать, то есть он прям такой, несмотря на его размер, очень плотный, добротный краб. Дальше, мне понравился вот такой крабик, он чуть меньше, он уже среднего размера, и очень красиво вписывался в мои какие-то образы, нежные, летние, у него тоже такая симпатичная окраска, симпатичная окраска, симпатичный рисунок, в общем, и вот такого вам промежуточного размера, почему промежуточного, потому что просто не спрашивайте, зачем, почему так вышло, друзья, так вышло. И вот еще такой вам вариант могу показать, им я чуть реже пользовалась, потому что он оказался слишком большой, ну на мой взгляд, но если у вас огромные длинные волосы до вашего прекрасного персика, то вы можете, там, я его чаще всего в ванной использую, либо когда ты хочешь прям вот полностью заделать, да, то есть ты, тоже оттенок очень красивый, вот я люблю все пятнистое, тигровое, и вот если вы хотите прям полностью убрать волосы, бум-пум, зажали, все красиво и здорово. Крабик это ссор я тоже вам советую, я максимально довольна качеством, летом постоянно их все носила. Товары для дома, аксессуары, товары для дома, давайте вот для дома вам покажу две штуковины, и уже дальше перейдем к аксессуарам и к одежде. Честно, эта часть должна быть обзора скорее Алиэкспресса, я не знаю, Валбереса, чего-то такого, но хочу сейчас показать, потому что я думала, что летом меня больше всего радовало, так это две вот эти вещицы. Просто потрясающая пара для чая, для кофе, для каких-то напитков, это очень красиво. Я не знаю, после того, как я уже купила, я просто купила, честно, на Валбереса, потому что я хотела, чтобы быстро уже было у меня, чтобы я не переживала, как оно дойдет там с ТМО, либо с Алиэкспресса, и вот, наверное, я немножко переплатила. Это, кстати, маленький размер, у них еще есть побольше, но потом мне просто на всех сайтах начали интегрироваться всякие различные подборки вот с этой чашкой. Поэтому, если вы где-то делаете заказ, вы спокойно можете переждать несколько недель, то можете найти вариант бюджетнее. Это такая красивая чашка, она выглядит гораздо дороже, чем 1000 рублей, честно. И с таким удовольствием я из нее пью, она такая симпатичная, прям поднимает мне настроение. Почему я взяла поменьше? Я люблю вообще большую чашки. Но сейчас мы кофемашинку купили, и она прям кофе мало наливает, и я поняла, что все мои огромные любимые чашки, они стали менее любимые, потому что это вообще не круто, когда у тебя на треть налитый, и вот все. Не знаю, как это вообще неэстетично смотрится, и я поэтому все вот сейчас поменьше себе беру. И это супер выражение, вот реально, оно такое качественное, я уже давно ее мою, с ней все с ней хорошо. Единственный минус, что ее сложно мыть, да, потому что, видите, здесь граненые вот эти края, и чай любой, налет от кофе, все это остается. Я сейчас дополнительно все это еще солью помыла, чтобы это еще симпатичнее все сверкало в камере, но, конечно, прям нужно каждый раз мыть солью. Я это не очень люблю, не люблю кружки, которые прям впитывают в себя весь этот налет, но ради такой красоты я могу подождать. И еще с Алиэкспресса, это скорее было весной, но я просто сейчас тоже вам быстро покажу, я заказала вот такое красивое зеркало, и оно выглядит, знаете, чуть дороже, чем оно ощущается, потому что оно пластмассовое, я думаю, что это будет керамика, либо что-то такое, но, с другой стороны, оно пришло у меня не побито. В общем, вот так это все выглядит. Ой, у меня носик чешется, не могу, простите. Вот, и у него здесь можно подставочку, да, либо использовать, ну, чего-то, либо на стол так поставить, да, и смотреться в это зеркало, hello, либо просто вы можете его подносить и что-то там смотреть, макияж я иногда поправляю брови с ним. У меня просто вот он там на столе вот так красиво стоит, потому что реально оно очень эстетично, очень красивое, и я прям максимально им довольна, не искажает изображение, то есть вот как вы выглядите в зеркале, так вы в нем и будете. Поэтому, знаете, эта тема, когда я в жизни что-то симпатичнее. Вот здесь так же, ребят, здесь все будет так же. И теперь перейдем к аксессуарам и, наконец-то, к одежде. Я так люблю, оказывается, говорить про одежду. Вообще, хочу чуть больше вот такого, знаете, лайфстайлового на канале, чуть больше каких-то аксессуаров, потому что, ну, блог не может быть однотипным, так же, как наша жизнь, правильно? Мы не только скупаем косметику, мы с вами скупаем косметику, а потом идем скупать футболки. Это наша жизнь. Как насчет того, чтобы меня обрадовать? Я думаю, можно сделать. Короче, ребята, если вы еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь на этот канал, ну, где вы меня смотрите, потому что я последний раз дублирую контент, на остальные социальные сети и, конечно же, на Телеграм. Чего-то статистика меня не радует в последнее время. Я расстраиваюсь, как и любой человек, который очень много вкладывает души, сил в это во все. Поэтому буду рада вашей благодарности, буду рада комментарию, буду рада поддержке, подписке, любым пожеланиям. Я открыта и спасибо, что смотрите меня. Надеюсь, что еще очень долго мы будем друг друга радовать друг другом. Я контентом, а вы вашим вниманием. И еще раз спасибо огромное. Надеюсь, что вы подписались на канал и досмотрите это видео до конца, потому что я старалась. По аксессуарам хочу начать с бренда Earthy. И надеюсь, что я правильно их произношу. И вот у меня есть два таких колье. Я часто в них появлялась в видео. Это вот такая маленькая ниточка со звездой. Она очень тоже симпатично, романтично выглядит. И тройное колье из натурального жемчуга. Все это переплетено и суперско смотрится под какие-то летние образы. Холщовую юбку, сарафанчик. Ну, в общем, когда вы так прям супер легко выглядите. Просто у меня сейчас тяжелая футболка для него. Но если у вас романтический образ, то вообще замечательно. Почему хочу рассказать. Да, я и летом это очень часто носила, и на видео носила. Но я люблю, во-первых, поддерживать маленькие бренды. Потому что у меня мама сама занимается вязанием. Она для малышей раньше вязала. И сейчас занимается вязанием игрушек. Я вам рассказывала. Я знаю, как много души в это вложено. Многие бренды, когда они начинают, им сложно. Поэтому я с каким-то особым трепетом всегда отношусь к таким маленьким производствам. Скажем так. И еще, ну, во-первых, потому что это реально красиво я это носила. И я еще хотела похвалить ребят из-за того, что у меня вот это колье порвалось. Вот здесь вот у меня, в общем, оно порвалось. И я думаю, ну, навряд ли что-то они мне сделают, честно. Потому что это надо как-то свое отправлять, что-то еще. Я подумала, напишу им, они мне, возможно, подскажут, какую деталь там заказать. Это что очень много для рукоделия магазинов. Может, я бы взяла какую-то деталь, сама бы зажала. И вот отремонтирую бы колье, потому что реально я люблю шемчуг, и это прямо про меня, моя эстетика. И ребята забрали мое колье и выслали мне новое. И от такого прекрасного клиент-сервиса или просто человеческого отношения я захотела вам еще раз про них рассказать. Потому что они симпатичные, они нежные. У них очень хорошая цена для натуральных составов камней. Вот, поэтому еще раз поддерживаю их. Они молодцы. И теперь я расскажу про бренды, которые, конечно, нет смысла поддерживать, но которые тоже даруют мне какую-то радость и удовольствие. Это бренды Dior и Saint Laurent. И Saint Laurent. Как хотите, так и называйте, как вам комфортней. Смотрите, значит, это, можно сказать, две мои покупки из отпуска, которые были недавно. Но вот с этими очками вообще произошла чудесная история. Просто мама криминал, это я. А сережки по-стандартнее, поэтому я вам просто покажу. Я, на самом деле, у меня не было какой-то цели купить себе сережки, либо купить себе какое-то колье. Потому что обычно мне нравится там дизайн, я не знаю, все начинают носить. И я такая, блин, мне тоже надо. Либо я реально, ну, короче, у меня всегда в голове есть четкий план, что я хочу. И вот с этими серегами получилось так, что я как-то видела их, мне кажется, достаточно часто. И потом поняла, что когда я увидела, типа, блин, они же такие замечательные, я их хочу. В общем, у меня немножко обратная история была. Просто ходила и смотрела, чего симпатичного есть. Здесь такой достаточно простой дизайн, но после моих серег шаны, не эти, а другие с камушком, если вы подписаны на Телеграм, то вы знаете, что с ним произошло. Если нет, то опять-таки забегайте и узнайте. Я опять немножко камбэкнулась к тому, чтобы не покупать бижутерию с камнями. Потому что я всегда это знала. Я знала, что это непрактично, но не до такой степени, скажем так. Вот. А, кстати, история разрешилась. Я вам скоро расскажу, что же там случилось. В общем, подписывайтесь, чтобы быть в курсе. И я опять теперь смотрю только на бижутерию без всего, чтобы вот максимально, только если там сама сережка сломается. И вот поэтому эти серьги мне понравились. Они подходили под мой запрос того, что это должно быть практично, это должно быть минималистично. И вот такие они реально симпатички. У них логотип Диорчик здесь, новые лого Кристиан Диор. Я выбирала между, наверное, более модными сережками и между этими сережками. А давайте мы поменяем сережки и останемся в новых. Вот у них как новое лого, которое в этих же сережках, как будто бы скрепка. Вот чем-то напоминает скрепку. И вот она немножко свисает. Конечно, это выглядит, ну, если не на ушки смотреть, просто очень красиво. И я когда увидела, и когда мои друзья, они говорят, блин, вот те, вот те сережки огонь. Но когда я их померила, я поняла, что я вообще не понимаю, в чем их суть. Вот именно на ушах. Я сейчас здесь видео пущу, вы посмотрите и напишите, кстати, какие вам больше нравятся. И вот когда я уже померила, я поняла, что эти сережки как будто бы интереснее выглядят, как будто они чуть больше про меня и, не знаю, симпатичнее что ли для того, чтобы их приобрести. Вот так вот мы можем на них посмотреть. То есть они немножко, видите, в сторону, из-за этого виден логотипчик. Сдержанный, классический, при этом стильный, на мой взгляд. Но потом я увидела, что они бывают в чуть большем формате, то есть побольше. Я спрашивала, кстати, я сказала, мне кажется, либо они бывают побольше. Мне сказали, нет, в этой коллекции только такая. Видимо, может быть, в прошлом году, я не знаю, у кого-то я видела. И побольше, наверное, мне бы было немножко интереснее, потому что я люблю бишутерию больше. Но хорошо, что не было. Получается, что моя цыганская натура держала себя в руках. Потому что я бы точно взяла огромный. Вот. И я, в принципе, довольна. Они очень симпатичны. Надеюсь, что с ними точно ничего не случится. Но я прям их часто ношу. Тем более, в последнее время я полюбила бижутерию золотого цвета. И она прям красиво гармонирует. Есть у вас сумка с золотым ремнем, есть у вас золотой ремень. В общем, не знаю, максимально рада. Вроде бы непонятно, что это Кристиан Диор. Вроде бы кому надо, тот понял. Я вот такое люблю, чтобы кричала, но не орала. Вот. Очки. Я не знаю, ребят. Если вы сейчас напишите на меня донос в полицию очков, я сдамся. Потому что я только купила Селин в мае. Я схожу с ума по очкам. Есть тут такие? Напишите. И я только их купила. И все лето я думала, что я не буду покупать себе больше очки. Потому что хватит. Должен быть где-то конец. Но, справедливости ради, я реально их ношу почти каждый день. У меня был период жизни до пяти лет назад. Потому что пять лет я их ношу. И я тогда очки не носила. Почему? Меня бесит, когда ты с макияжем, и у тебя вот здесь отпечатываются от формы очков. От оправы. Отпечатки. И меня это прямо подбешивало. Из-за этого я редко носила очки. Сейчас я чаще бываю без макияжа. Возможно, вы меня видите в жизни. И не удивляетесь. Мне иногда просто лень. И я поняла, что, блин, очки это тема. И я каждый день их ношу. И поэтому, честно, я отрабатывала все эти очки. Но что-то нужно с этим делать. В общем, я когда была в поездке, я заходила в сам бутик во Сан-Лоран. Не его корнеры, где есть разные очки, а вот сам бутик. И увидела там эти очки. Я писала в Телеграме, выкладывала фотографию в этих очках. И фотографию в классических кошечках. И мы делали голосование. И мои очки выиграли. Но кошечки тоже крутые. Если увижу где-то дешево, вернусь. Вот. Я приехала. Я думаю, все, нет. Но реально, типа, мне есть что купить. Мне есть на что собирать деньги. Очки 25-е мне не нужны. Потом я делаю пост. И мне подруга скидывает, вот что значит, настоящая дружба. Скидывает ссылку на сайт, по-моему, называется сайт, а-ля юкс, а-ля фарфейч. Вот в такой же категории. И там эти очки со скидкой 60%. И я такая, what? Надо брать. Ну вот и все. Вот такая история, как у меня оказались эти очки. А теперь давайте я вам их покажу. Вот такой красивый чехол. Но я так понимаю, что я потом видела на других сайтах, что там еще бывают такие круглые чехлы под эти очки. Мне они вообще не понравились, и я рада, что так получилось. Кстати, если там вам, например, Байер или кто-то еще приносит немножко в другом чехле, не паникуйте. Потому что даже когда я брала Селин с сумочкой, мне вынесли Селин без сумочки. И сумочку, которую я вам показывала, мы взяли из других очков. Потому что вот новые, мне сказали, что Селин идут уже со стандартным таким чехлом, который вот так вот вешается на вас. Что не прикольно, то гораздо функциональнее, на мой взгляд. Поэтому мне кажется, что я не знаю, какой должен быть чехол к этим очкам. Ну, допустим, окей, этот салфетка стандартная и, боже, эти, типа, знаете, они, она. Вот у меня такой же вайп. А они старомодные, я скажу честно. Они немножко напоминают мне очки от Шанель. И когда я как раз не купил их, мне подруга пишет, Даш, не переживай, у тебя, в принципе, очки от Шанель такие же. Согласна. Но нет, они мне нужны. Тем более, они мне вышли 230 долларов. Это просто вообще, я не знаю, это грабеж средь белой дня, в хорошем смысле. Они очень легкие, они просто невесомые. И, конечно, когда ты понимаешь, что они в бутике стоили, мне кажется, около 600, ты думаешь, вот за что 600, немножко не пойму. Наверное, за это лого, да? Дорого-богато. Но если это опустить, они реально офигенные. Они очень легкие, они классно преломляют цвет. Они одни из самых лучших. У меня первые очки в Санноран, у меня очень много очков Селин. Там у меня разные, действительно, есть бренды. Но эти самые комфортные, при том, что они супер легкие, у них такой градиент легкий, потому что вроде бы тебя и видят на улице, вроде бы и не видят. И, по-моему, они супер стильные, я не могу. В общем, я их обожаю, я кайфую, что еще. Вот вопрос, с которым я рада, что еще лето, что я могу поносить эти очки. Напишите, как они вам, потому что... Старомодные? Да. Стильные? Да. Нравится ли мне? Да. В общем, это вот из всего, что я показываю, мне кажется, мое просто счастье. Потому что вы сами знаете, когда ты покупаешь что-то, что могло стоить тебе гораздо дороже, то ты неимоверно счастлив. Давайте я немножко вам приближу. Вот так они выглядят. Дедовские очки. Насколько от них счастья. Я не знаю, супер легкие. Вот. В общем, обожаю их. Вот это самое, это просто на обложку, потому что люблю, не могу. Так, а теперь одежда. Я подумала, потому что когда я так вам показываю одежду, это как будто бы не очень удобно. Сейчас я подумаю, что сделать, чтобы нам было чуть удобнее на нее смотреть. Немного сменили ракурс. Вы стали чуть ниже. Я стала повыше для того, чтобы я смогла вам нормально показать одежду. Потому что когда я сижу, мы можем что-то только на уровне шеи наблюдать. Следующий раз я попробую еще какой-то формат. Обещаю экспериментировать. Смотрите, я хотела рассказать, что вообще это лето было богато на какие-то классные уловы одежды. Я открыла новые для себя бренды. Я открыла какие-то лайфхаки, как что купить, где. В общем, много всего интересного. И первое, о ком я вам хочу рассказать, это бренд Charm Store. Это наш российский бренд. Сколько я про него читала, сколько хотела. И думаю, все, пришло время знакомиться. В начале лета я что-то себе присмотрела. В конце я заказала, потому что были скидки. И я думаю, это самое приятное время, когда ты берешь все по полцены. У меня только юбка по полной цене. А на все остальное был прям приятный-приятный сейл. Но я хочу показать вам только две позиции, которые мне наиболее полюбились. Это вот такой замечательный хлопковый, 100% хлопок, кроп-коп. Я его только постирала, его нужно немножко отпарить. Мне показалось, что он сел, а знаете, потом я так посмотрела, и нет, и все замечательно. У него на резиночке фонариком вот так идут рукава. Далее все крепится по талии, это размер М, и он достаточно хорошо на мне сидит. Можно без лифа носить, потому что он не просвечивает. Очень здоровский, я вам покажу фотографии. Я гуляла в нем очень часто летом, потому что он комфортный, в нем не потеешь. И просто, кстати, я что заметила, у Charm Store очень хорошие ткани. И что понятно, потому что это просто процентный лен. Я вам тоже хочу юбочку показать. Она просто замечательная. Я единственное, что заметила, она, конечно, немножко просвечивает. Но это тот нормальный уровень, когда терпимо. У него такой подъюбочник идет, он все закрывает, что не нужно. И дальше ножки немного просвечивает. Но это просто ерунда, потому что я когда покупала, я спрашивала у менеджера. Я говорю, подскажите, пожалуйста, насколько это все будет просвечивать. Под ней говорят, нормально, не бойтесь, я такая, отлично. И вот вместе с этой юбкой, она тоже так на талии. Я вам просто здесь не полный рост, я показываю, фотография будет. Я носила этот топ. Очень красивое сочетание розового, белого. В общем, я просто полюбила. Качество у ребят отменное. Стешок к стешку очень хороший. Единственное, что у меня немножечко, вот видите, вот даже здесь, немножко юбочка, как будто ремень не так держится, как мне бы хотелось. Но она просто суперско выполнена, плессировочка. Единственное, что сложно со льном, это то, что он дико мнется. То есть, как бы здесь, блин, у меня просто есть экран, я, возможно, не всегда смотрю в камеру, извините, чтобы понимать, как я вам показываю. Единственное, что лен мнется. И здесь я тоже в Телеграме делала опрос. Вы любите ли он? Или вообще, как вы себя с ним ощущаете? Мне, в принципе, нормально. Но есть такой за ним, да, косячок небольшой. Дальше я хочу вам показать блузу из Зарины. Я ее присмотрела себе еще, не дать вам соврать, мне кажется, в марте. Я ее померила, я посмотрела, я узнала, что, оказывается, на Валберис и на зоне Зарины стоит дешевле значительно. Потому что изначально эта блуза была 2 800. И потом постепенно цена падала, падала, падала и упала до 1300, что ли. И она у меня была в корзине, и я летом думаю, ну что в итоге? Она мне так понравилась. Во-первых, вы поняли, что я люблю короченные топы, потому что я сейчас худею, и вот талия у меня хороша, а бедра вроде бы и не особо. И поэтому я вот такие форматы очень люблю. Со штанами, с юбками, а здесь все прикрыто, а здесь открыто. И, в общем, мы с вами красотки. И что меня смутило? Видите, у нее такая прям рыхлая ткань. Я люблю, когда больше она стоит, когда более фактурная. И вот мне тоже моя одна из подруг говорила, наверное, она будет не очень хороша в носке, не очень хороша, когда ты будешь ее стирать. Ребят, я уже стирала ее миллион раз. Она просто замечательная. Очень хорошая блуза. Вот она здесь на запахе. Да, я тоже вам покажу фотографии. Я уверена, что если вы на меня подписаны, вы меня целыми днями видели в этой блузе. Потому что она очень комфортная, в ней не жарко. Это, по-моему, стопроцентная вискоза. Конечно, ну, 2600 тоже, скажем честно, нормальная цена, да, потому что это не 5000 я срезала. Мне кажется, вискоза. Видите, здесь хлопком все заделано. В общем, супер. А за 1300 это идеально, потому что я уже тогда ее перехотела. Я увидела, сколько она стоит в корзине и думаю, берем. Единственное, что у нее не очень большой запах под грудь. Вот если она будет еще на сайте, то есть если у вас грудь большая, наверное, не особо найс. Но если что-то такое, как у меня, то вы подружитесь. Так, еще я хотела показать вам рубашку из BeFree, за которой просто началась охота в начале лета. И, конечно, мне она тоже понадобилась. Я ее тоже в Телеграме выкладывала. Я вам ее показывала. Она, видите, вот на таких резинках. Сейчас я даже давайте надену ее и просто вам покажу, что я имею в виду. Если вам кажется, что вы уже где-то видели эту рубашку, и это был не BeFree, вам не кажется. Потому что эти рубашки уже просто кто только не делал. Мне кажется, они уже и в Зарине были, и в других магазинах. То есть здесь как вы либо можете вот так, такой surf-эффект, я не знаю, тут у вас, ну, допустим, если вы на пляже, то вы можете ее так носить. Либо вы ее закрываете, в зависимости от того, как вы, сейчас мой микрофончик, у вас ASMR-чик пошел. Ну, я вам выкладывала, в общем. Я вам тоже фотографию приложу. То есть либо вы полностью закрываетесь, и просто вот такая нежная у вас красивая блузка. Здесь ничего не просвечивает, даже здесь какой-нибудь топ. И вы максимально затягиваете, просто это будет слишком у вас на микрофоне шуршать. Хлопок стопроцентный, не садится конкретно вот это из BeFree. Остальные, я не знаю, и выглядит очень стильно с какими-то официальными штанами. Потому что, да, она вот так вот везде затягивается, утягивается, можно себе талию придать, и выглядит прям суперско. Ее можно, конечно, отпарить, я ее чаще не отпариваю, потому что она сама вся на завязках, она вся перетягивается, и как будто так норм. Вот, ну, немножечко такие мы с вами шальные-озорные. Суперская, не села. У меня размерчик М, ее было невозможно найти. Я когда пришла в магазин, мне говорят, ее уже нету, я говорю, так я видела у вас на сайте. И тут просто я вижу, из примерочной ее кто-то достает, и они говорят, девушка, она одна, она не числится у нас, если хотите, берите, примеряйте. Я такая, блин, класс. И я вот взяла М-ку. Возможно, мне бы лучше было бы в L, либо в S, я не знаю, как бы что было, то я взяла. Но вот приложу фотографии, мне очень не нравится. И еще что здорово, когда жарко, она продувается, ребят. То есть из-за того, что вот здесь завязочки, очень комфортно, замечательно. Не потеешь, не жарко, и можно и под какие-то топы носить. Но мне больше нравится именно лифт какой-то спортивный. И все, потому что там все завязывается, ничего лишнего нет. Но если вы хотите более там развязанную историю, либо на пляж, то я думаю, тоже вам понравится. Дальше. Фамилия. Тоже делала пост. Ребят, я не знала, что это реально квест. В хорошем смысле. Потому что я думала, что фамилия больше похожа на купамочку, где нужно долго что-то искать, смотреть. А оказалось, что нет. Я начала свои поиски еще с Москвы. Потому что когда я приехала в Москву, в Новокасино останавливалась. И я думаю, такая, хорошо, сейчас я похожу, поищу, думаю, в Новокасино вряд ли кто-то поедет. Но там была выборка по брендам, кстати, хуже. А вот в Туле, в Туле меньше, видимо, любят бренды. В Туле просто каждый раз, когда я заходила в фамилию, я понимала, что там можно что-то найти. Там был Карла Герфетт, Москина, Дизеля просто полно. В общем, если вы ищете, вы всегда найдете, скажем так. И тут я прикупила себе, я купила еще себе один топ из Glory Jeans. В общем, он такой супер синтетика, но для съемок классный. Он такой блестящий, я подумала, нормально какие-то всякие шорты прикольно снимать. Вот, еще один топ цветочный тоже для образов. А для жизни я купила такую фантастическую футболку Дизель. Все в идеальнейшем состоянии. У нее такой состаренный эффект. Есть рваненькие края, еще что-то просто как будто она вот такая. Не знаю, можно ли такое читать? Меня не забанят, но прочитайте сами, ребята. Вот, то есть один и тот же рисунок. Она немножко оверсайзная, мне бы хотелось чуть больше. Но я с намеком на то, что похудею, буду ее носить. Same, different Dizel. Вот, что здесь написано. Вот, она очень кайфовая. Она в таком, во мне просто соединяются два человечка. Это феечка, которая ходит вот в таких топах из Арины и из Шармстора. И супер бунтарь. Вот, например, как вот эта тоже моя футболка. Я такое люблю. Как это уживается в одном человеке, я не знаю и знать не хочу. Вот такая я разная. Ой, е-мое. Ребята, я, видимо, сейчас поставила зацепку. Еще одна обо мне история. Я просто не могу. Если я ставлю зацепки, у меня случается инфаркт. Короче, я испортила. Вот. Ладно, я что-нибудь придумаю. Вот, там же фамилия, дизель, футболка была 3000, мне кажется. И вот за 4000 я нашла такой лонгслив от Лакоста в очень красивом бургунде. Оттенки супер модным. И он у меня был без зацепки до момента, пока я его сюда не притащила. Не знаю, попробую потяну. Может быть, как-то уберу. Но он супер воптигончик. Это XS. Зачем, почему, не знаю. 34. Это XS же, да? Вот. Но все равно, даже сейчас, он выглядит очень здорово. И прям оттенок мой самый любимый. В общем, я считаю, что тоже за 4000 Лакоста прям здорово. Просто такая базовая классическая вещица, которая вас будет радовать. Если бы я не поставила зацепку. Вот скажите, вы такие же люди? Вот если что-то портится, вы расстраиваетесь? Потому что мне часто говорят, да, аж сапеи, это всего лишь вещи. А я прям, ну типа, блин, в смысле? Забей. Ладно. В общем, фамилии я много всего прикольного нашла. И для дома, и вот эти вещи. Вот эти, я считаю, правда симпатичные. Те, которые Глория и топы, можно еще поспорить. И я хотела вам еще показать сарафан. От бренда Mimuse. Честно, он был не из самых дешевых. 1013, мне кажется, он стоил. Сейчас, по-моему, он у них 9 стоит. Но я в нем ходила все лето. Это сарафан Батор. У них есть еще сарафан Анна Павлова. Он немножко, видите, такого мысляничного оттеночка. Такой молочно-желтенький. И вот он как выглядит нежненьким, так и выглядит. У меня размер ML. Потому что он очень широкий. То есть, если что, здесь не ориентируйтесь. Ориентируйтесь по груди. Я измерила. Мне показалось, что я Vesco типа SM. Но он скорее на S, потому что там очень маленький объем груди. У меня спина широкая. Поэтому я взяла вот такого оттеночка. Посмотрите, какая у них красивая фактура. И вот он просто очень нежный. И я все лето в нем ходила. Конечно, если вы супер стройная, это будет, наверное, чуть актуальнее на вас смотреться. Потому что вот он у вас болтается. И вы такая хо-хо-хо, какая я красивая милашка. У меня немножко пухленькие для него ручки. Вот скажу честно, мне бы хотелось немножко поменьше их. Но это от меня зависит, как бы, от сарафана. И я его приловчила еще с футболкой. То есть, белой футболкой ты надеваешь. Сверху вот этот сарафан, который очень, он оверсайзный. Потому что я MF взяла. Он, то есть, прям вообще на мне висит. И прям ручки меня не смущают. В этом фасоне все-таки, мне кажется, руки должны быть немножко потянутые. Буду работать к следующему лету. Вот я в нем ходила просто постоянно. В нем не потеешь. Если даже потеешь. Вот у меня тоже страх всегда, что это белая ткань. Как на ней будут следы пота. Нормально. Что на белой от BeFree, что на сарафана. Никаких желтых следов нет. Вот. А все. Я вам показала. Наверное, все равно нужно как-то еще слишком. Еще, да, дальше вас отдалять. Ну ладно. Мы когда будем больше делать обзоры на одежду. Будем придумывать, как показать. Хотя я помню, что в первый раз, когда я показывала одежду, то у меня помещалось просто кусок штанины. Вот так вам. Я думаю, что сейчас все-таки все равно было чуть лучше. Ну и фотографии будут. А что, я с вами прощаюсь. Видео подошло к концу. Спасибо, что смотрели его до конца. Напишите, пожалуйста, какие вещи вас радовали этим летом. Чего вы получали невероятное удовольствие. И что вы с собой привнесете в осень, в зиму. Ну, в общем, короче, несу какой-то вред. Я с вами прощаюсь. Совсем недолго. Новое видео будет совсем скоро. Я очень прошу вас поддержать видео, потому что в последнее время они у меня чего-то не особо заходят. Не знаю, проблема в видео или проблема во мне или проблема в истории, которая происходит вокруг известной социальной сети. В общем, я не знаю. Но надеюсь, что мои люди все со мной. Целую, пока, обнимаю. До новых встреч. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok